Подвал Института физиологии Академии наук в Колтушах. Эти полки, жестяные коробки, железные ящики хранят уникальный архив кинолаборатории Института, созданного руками лауреата Нобелевской премии физиолога Ивана Павлова. Вот, пожалуйста, Международный конгресс физиологов. Это который еще был при жизни Павлова? Да, был при жизни Павлова. Вот, пожалуйста. Кадры экспериментов, которые снимались только для специалистов, уникальная хроника, зафиксированная на кинопленке. В самое ближайшее время эти материалы ждет тщательная систематизация и оцифровка. И самое время посмотреть, какие тайны они хранят, и как запечатленные на них опыты развиваются сегодня. Вот так выглядело село Павлова с высоты птичьего полета, после того, как там в полную силу заработал созданный Павловым филиал Института экспериментальной медицины. Фактически это был первый наукоград в СССР, который начинался с этого здания в стиле конструктивизм, где выберет главный девиз самого известного русского физиолога – наблюдательность и наблюдательность. Описанные физиологические процессы в больших шариях отвечают тому, что мы называем чувствами. Известный опыт с изучением развития условных рефлексов – тот самый опыт с собакой Павлова. Этот проводился еще в стенах Института экспериментальной медицины на Петроградке. Впоследствии такие эксперименты проводились и здесь, в Колтушах, в течение десятилетий после смерти Павлова. А это уже сильно усовершенствованный вариант экспериментальной установки. Звуконепроницаемая камера, чтобы собаку ничто не отвлекало во время эксперимента, вентиляционная установка и журнал строгой отчетности. Условных раздражителей их было много. То есть это вот звоночки, которые я вам продемонстрировала, это были лампочки. На третий раз отказ от молока. То есть даже такое фиксировали, получается? Конечно, но здесь же применялось несколько технологий. Сегодня это здание полностью отдано под музейную и научно-просветительскую деятельность. Эксперименты с собаками закончились еще в советское время, но они были далеко не единственными объектами для исследования. Рафаэль – большой лакомка. И единственное, что заставляет его работать – это вкусная пища. Фильм «Роза и Рафаэль» 1937 года. Фактически первый научный фильм, снятый в колдушах. На пленке запрещено наблюдение за исследовательской деятельностью пары шимпанзе, которые были личным объектом наблюдения Павлова вплоть до его смерти. С тех пор работа над изучением поведения человекообразных обезьян или антропоидов велась здесь непрерывно и в колдушах, и даже в парках Петербурга. Казалось бы, как связаны между собой фундаментальные научные исследования и парк культуры и отдыха на Елагином острове. Разгадка в этих двух небольших изолированных островках посреди пруда, которые вплоть до середины нулевых были частью масштабного эксперимента под названием «Изучение адаптации антропоидов в условиях, близких к природным». Вот кадры этого эксперимента начала нулевых, который проводился с участием павианов Ленинградского зоопарка. Обезьяны, которых высаживали на остров посреди пруда, вполне быстро обучились плавать и начали активно интересоваться отдыхающими. Но это лишь отголосок тех экспериментов, которые проводил в этом направлении приматолог Леонид Фирсов. Таким образом, сегодня бой не только съел лишний апельсин, но и дал понять, кто отныне хозяин на острове. Вожак стада. С этим нельзя не считаться. Кадры из фильма «Обезьянь и остров» 1974 года. Фильм, который произвел настоящий фурор в научном сообществе. Впервые в мире человекообразных приматов вывезли в незнакомые им условия средней полосы, на необитаемый остров под Псковом. И в течение нескольких месяцев наблюдали за их адаптацией. Вот мама учит ребенка вставать на ноги, мама взвешивает ребенка. Вот первый выход на улицу, вот в этот вот вольер большой уличный. Доктор биологических наук Тамара Кузнецова проводит экскурсию по антропоиднику, в переводе – зданию для содержания человекообразных обезьян, построенному специально для Розы и Рафаэля. Сегодня здесь вместо шимпанзе живут макаки-резусы, прибывшие из адверского питомника. С каждым маленьком ребенке и мальчишке, и девчонке есть по 200 грамм взрывчатки или даже полкило. Тезка – первая жительница антропоидника, Роза, а также Инки, Пашка, их друзья, даже по обезьяньим меркам еще малыши. Им и двух лет нет. Они так себя и ведут, как дети. При виде незнакомых взрослых тут же стеснительно прячутся. Ученые так и говорят, наблюдать за ними – все равно, что наблюдать человеческий социум в миниатюре. Модель нашего поведения, нашего обучения, нашего образования. А тем более это важно для социализации, для того, чтобы понять, как дети находят между собой контакты, как они образуют группу, и какие группировки образуются в этой группе. Вот и получается точное олицетворение принципа. Человек, познавая природу, познает и самого себя. Иначе и не скажешь. Лаборатория исследования сенсорных систем приматов. Макака Резус по имени Феликс отправляется в специальной клетке на работу. Его задача – научиться буквально за секунду из двух пар изображений определить то, где вертикально ориентированных модулей больше. Естественно, не просто так. Его цель – получить угощение за правильный ответ. А рефлекс цели, согласно Панову, самый сильный рефлекс. Испытание даже для человека очень непростое. Но итоги опытов показывают – результаты антропоида и результаты человека после нескольких циклов обучения совпадают. Еще одно доказательство, что человек, каким бы венцом эволюции себя не считал, все равно подчиняется законам животного мира. Получается, что этот тест будет давать ту же самую информацию и на людях? Он уже дал ее на людях, то же самое. И теперь мы можем этот тест применять, например, в качестве задачи, изучая на обезьянах какие-то модели заболеваний центральной системы. После того, как Феликс научится выполнять эти задания, в его мозг вживят электроды. А мозг обезьяны – модель мозга человека. И выполняя те же задания, он даст ученым ценную информацию о том, как работает человеческий мозг и как лечить нарушения его работы. Существуют сети принятия решений, выделения значимых сигналов, переключения внимания. Выделяют сети, связанные с языком, с памятью, ну, в общем, много различных сетей. То есть, правильно я понимаю, исследуя мозг обезьяны, мы можем больше понять о мозге человека? Конечно. Да, такие кадры могут вызвать беспокойство за жизнь животного. Но ученые заверяют, после завершения эксперимента электроды безболезненно удалят, без вреда. Или, как говорил академик Павлов, без ненужного мучительства. Раньше такие видео, как эти, снимались только для служебного пользования. На этом запечатлен катоход. Кошки, не способные передвигаться, с помощью специального устройства пытаются вернуть подвижность конечностей. Да, что-то из области фантастики. Но эти эксперименты продолжаются и сегодня, причем вполне успешно. Лаборатория физиологии движения больше напоминает мастерскую, чем лабораторию. Провода, детали, механизмы. Но здесь ученые и пытаются проникнуть в тайны наших двигательных рефлексов. На голове подготовленного добровольца-испытателя Артура закрепляются электроды. Дистанционные датчики крепятся к мышцам ног. С помощью шапочки будем регистрировать электрическую активность мозга. Никак влиять на активность твоего мозга это не будет, только регистрировать сигнал. Дальше мы посадим тебя в биокин-механотренажер. И тебе нужно будет воображать движение. Целый час уходит на калибровку, отработку тестовых заданий. И вот Артур, не напрягая мышц, это фиксируется всеми приборами, просто силой мысли заставляет сервоприводный механизм приводить его ноги в движение. А теперь представьте, что вместо молодого и здорового испытателя человек, который после инсульта потерял способность передвигаться из-за разрыва нейронных связей в коре головного мозга. Сигнал от мозга не доходит до мышц. Но если направить его в компьютер, который затем даст команду устройству поднять ногу, мозг зафиксирует обратную реакцию и быстрее создаст новые нейронные связи. Фактически это устройство научит человека заново ходить, сокращая срок реабилитации в несколько раз. Да, это только прототип. Но это еще один шаг к тому, что раньше мы видели только в фантастических фильмах. Экзоскелеты, бионические протезы взамен утраченных конечностей. Когда такие технологии станут обыденностью, сказать сложно. Но то, что их флагманом может стать именно петербургская наука, понятно уже сейчас. У нас в Петербурге есть несколько клиник, в Москве несколько клиник, которые этим занимаются. Поразительные результаты показала работа с детьми с детским церебральным перелечом. Когда после работы с мозгкомпьютерным интерфейсом дети, которые не могли даже карандаш в руках держать, они начинали рисоваться. И это лишь малая часть кинематографических страниц истории российской физиологии, без которой мы бы фактически ничего не знали про нас самих. До недавнего времени эти пленки, свидетели научных открытий, были безмолвны. Теперь, когда ими займутся специалисты, когда на них смогут учиться студенты-режиссеры научно-популярных фильмов, у них есть шанс рассказать об опыте прошлого, на который опирается будущее. Будущее нашей науки. Антон Цуман. Пульс города.